Многие говорят, что библиотеки это пережиток прошлого. В 21 веке продвинутые люди обращаются за информацией к сетевым ресурсам. Данила Орлинский, ученик 11 класса, уверен, рассчитывать только на интернет опрометчиво. Велики шансы, как сейчас модно говорить, нарваться на фейк. Хожу сюда за книжками, так как в нашем мире уже в 21 веке очень много информации, ненужной и вредной даже можно сказать. И в таких местах можно подойти к библиотекарю, спросить у него, какие вообще книжки лучше читать и что является актуальным в данный момент. Но только выдачей книг Одинцовская библиотека номер один теперь не ограничивается. После реконструкции она стала полноценным культурно-образовательным центром. Восьмиклассник Дмитрий Пальдяев на его базе занимается робототехникой. Результат работы последних месяцев – собачий ошейник с GPS-модулем. Изобретение создатель посвятил любимому мопсу Чабби. Это ошейник с GPS-модулем. Вот сам GPS. Это антенна. Чтобы GPS работал, нужно, чтобы он ловил хоть три спутника. Это три координаты – X, Y, Z. Сейчас, в данный момент, он ловит примерно 13 спутников. Выйти за привычные рамки и изменить представление о том, как должна выглядеть библиотека, удалось благодаря областной программе по перезагрузке этих учреждений. Оценить перемены приехали министр культуры региона Оксана Косарева и глава района Андрей Иванов. Настоящий культурно-образовательный центр, в котором будут проходить различные мастер-классы, семинары, лекции. Здесь можно будет взять книгу, почитать, просто провести свободное время за компьютером в нашем подготовленном компьютерном зале или со своим ноутбуком взять чашечку кофе, чая и проводить здесь в пользу для себя время. Министру культуры Московской области не нужно рассказывать, как выглядела городская библиотека номер один до реконструкции. Оксана Косарева, жительница Одинцова, во время учебы в школе и институте, сама не раз приходила сюда за книгами. Она мне всегда казалась очень маленькой, небольшой, с неудобными столами, с тулями, пыльная, душная. Но при этом сюда надо было приходить, потому что это был источник информации, это источник для подготовки к занятиям. И когда я сегодня зашла, прошло, у меня было такое ощущение, что я вообще в другой библиотеке и что я совершенно в других площадях, потому что, по моим ощущениям, они увеличились раза в три, если не больше. Это раньше библиотекарям приходилось от руки записывать в формуляр, какие книги читатель сдал, а какие взял. После реконструкции в первой городской библиотеке заработала система электронный читательский билет. Для того, чтобы оформить читательский билет, необходимо предоставить паспорт и подождать буквально не более двух минут на создание нового читательского билета. Во всей центральной библиотеке Московской области у нас было установлено специальное оборудование, единый читательский билет, по которому, получив его в библиотеке, например, Химок, можно получить книги в библиотеке Королева центральной. И у нас сейчас в планах, конечно, распространить это на все библиотеки, включая сельские. После перезагрузки Одинцовская библиотека номер один должна стать центром притяжения для всех жителей муниципалитета, кто хочет провести свое время разнообразно и с пользой. Мастер-классы, вебинары, тематические вечера. Руководство учреждения культуры обещает, что скучать посетителям не придется. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.